Есть подъезды, в которые заходишь и бегом пробегаешь до своей квартиры. В этом подъезде есть на что посмотреть. Еще в прошлом году жители его раскрасили так, как им хотелось, и поучаствовали в конкурсе «Красота своими руками». В этом году проект продолжает действовать, и вот уже в соседних домах перенимают инициативу. Создают свои композиции в подъездах. В 58-м доме по улице Баумана появились цветы. В телеге европейцы выращивают живые цветы, а у нас хватило фантазии пока на эскизе. Надеюсь, в дальнейшем, когда зайдет задумка такая во дворе наводить красоту, то у нас, надеюсь, будет сымитирована телега с живыми цветами. Кстати, краску фона, голубую, выбирала именно Надежда Александровна, старшая по дому. Подъезд получился очень светлым и уютным. Над этими рисунками работают настоящие художники, преподаватели ЗО и ее ученики. Но профессионализм в этом деле вовсе не обязателен, говорят организаторы. Главное желание. Глава администрации Ленинского района Владимир Лазарев такие начинания всегда готов поддержать. Мы являемся реальными свидетелями того, что можно сделать своими руками. И это говорит и о гражданской позиции жителей. Они хотят жить в красивых домах, благоустроенных дворах. Естественно, то, что они делают своими руками, без привлечения каких-то сторонних организаций, это здорово. И появляется желание у администрации, появляется желание у других всех субъектов благоустройства города помогать этим жителям. Стремление к красоте и гармонии должно идти изнутри. Конкурсы только стимул. У людей, которые организуют проект «Красота своими руками», более высокие цели. Шел маленький детеныш, года 3-4, наверное. Идет и говорит, я ступенька, два кайтинка, будет красота. Вы понимаете, от того, что это с детства, с самого маленького, дети, ну как сказать, они впитывают, они больше отдают. Кстати, в другом районе города, в Московском, дети доказали, что инициативу уже сейчас проявлять готовы, и своими руками посадили клумбу. Я сегодня, гляжу, девчонки молодые пришли сажать цветы, а я с балкона смотрю, у меня соседка говорит, Тамара, ты тут проследи, я туда не успела уже спуститься, да, а смотрю, чего-то делают, делают. А потом дельфин, гляжу голову, а потом хвост, я кричу, видите, видите, иди сюда, я говорю, какая красота. Дельфин – один из символов Олимпиады в Сочи 2014 года. Такой необычный дизайн действительно отличается от большинства соседних клумб. Девчонки говорят, что реализовать идею было легко. Рассказали взрослым, обратились в ДУК, им привезли землю и цветы, ну а результатом остались довольны все. Просто сидели, подумали, подумали, придумали. Ну как это, да, это было коллективное такое решение. Тортик, которым руководитель ДУКа Московского района порадовал девчонок, не самое главное, говорят инициаторы проекта. Для них важно, что место, где они живут, будет уютным. И это может сделать каждый. Екатерина Оруджева, Виктор Киселев, Объективно, ННТВ.